Привет, друзья! А вы замечали, что стоит в компании появиться хотя бы одному человеку с... Как бы никого не обидеть и не получить жёлтую монету? Не совсем научным мировоззрением... Чёрт! Как комната мгновенно заполняется дураками? Не веришь в мировое правительство, заговоры врачей-грачей, фарма-мафию, происки Билла Гейтса и прочих жидорептилоидов? Ну, поздравляю, для конспиролога Пети... Да, Петя вернулся, Сергей не справился со своими обязанностями. Ты дурак. Но и на тебя, Петя, размахивающий, прости господи... Исследованиями Катит Хи вряд ли произведёт впечатление адекватного человека. И вуаля! В комнате сплошные дураки. Почему люди попадают в страшные сети науки, вам расскажут на соответствующих каналах. Сейчас на ютубе такого добра не меньше, чем огурцов в теплице у доктора Попова с первого канала. Мне же сегодня хочется узнать, почему на первый взгляд умные образованные люди становятся конспирологами и поддерживают самые странные теории. Если вы считаете, что вера во всевозможные мрачные заговоры – отличительная черта 21 века, вы слишком хорошо думаете о наших предках. К примеру, первые антипрививочные организации стали появляться уже во второй половине 19 века. В 1866 году в Великобритании основана Национальная лига антивакцинации. Внимание! Тогда еще прививки никто не додумался с аутизмом связать. В средние века засухой плохой урожай вполне неплохо объяснялись происками нечистой силы, с которой, естественно, заключил сговор «вон тот подозрительный феодал». Все логично. Просто сейчас даже самая странная теория легко становится достоянием общественности благодаря интернету. Если еще несколько десятилетий назад люди с конспирологическим мышлением с большим трудом пробивались в информационное поле и дискутировать им в основном приходилось со специалистами и учеными, так как мнение обычного человека было сложно услышать, то сейчас достаточно завести страничку в Инстаграме, написать в шапке профиля «главный врач в интернете» и начать изрыгать в промышленных масштабах полезные советики и правду о заговоре. Вставьте нужное слово. Тут главное не забывать, чем более странную и антинаучную фигню ты несешь, тем больше подписчиков получаешь. Ведь одна из главных особенностей подобных теорий – ничего доказывать не надо. Как я и сказал, конспирологическую теорию по факту доказывать не нужно. Вы вбрасываете самую странную фразу «Глазированные сырки вызывают бесплодие, и мировому правительству только это и нужно». И все. Дальше, конечно, если хотите, вы можете аргументировать свою позицию. При этом вы не обязаны ограничивать себя научными данными, ведь всем давно известно, что официальная наука находится под каблуком у «сами знаете кого». Зато замечательно подойдут воспоминания знакомых Эйнштейна. Вы что, не знали, что знаменитый физик в частных разговорах постоянно рассуждал о сырках и бесплодии? Почему об этом никто не говорит? Ну так... Все данные засекречены. Жуткая история лучшей подруги, сестры, жены, старшего брата. Одна подписчица в личке по секрету рассказала. И вот уже доказательная база подоспела. Но с другой стороны, некоторые не утруждают себя даже этим. Громкое заявление и все. Если не верите, попытайтесь доказать, что я не прав. Конспиролог практически всегда выступает обвинителем. Вот те что-то сделали, вот тот что-то скрывает. Больше, больше неопределенных местоимений. Ответа ждут именно от потенциального злоумышленника. Когда очередной борец за правду выкатывает громадный пост о 5G или фарма-мафии, ну куда уж без нее, многих даже не будет интересовать образование просветителя. Ведь человек тут вообще-то за правду борется. Но стоит вам в комментариях хотя бы заикнуться о последних научных данных. Ты чё, врач что ли? А вот чтобы иметь хотя бы право вставить свои 5 копеек против, нужно вооружиться, ну, как минимум, докторской диссертацией. Но и она не поможет. Помните мой ролик об Александре Редькине? Замечательном блогере, вещающем о связи болезней и слов. Повторяешь сойти с ума, зарабатываешь шизофрению. Произносишь не хочу слышать, глохнешь. Да, если кто-то пропустил то видео, там именно настолько все запущено. Не видео. В голове у Александра. Некоторых подписчиков безумно возмутил тот ролик. Как вы, Павел, без медицинского образования можете осуждать Александра? Он говорит чистую правду. При этом сам Александр никакого отношения к медицине не имеет. И несет откровенно псевдонаучный бред. Если вас в гугле не забанили, то даже без медицинского образования вы легко сможете это подтвердить. Смущает ли это зрители Александра? Я вас умоляю. Третий момент, присущий очень многим подобным теориям. Есть мотив, доказана вина. Мировой закулисе выгодно скрывать правду о... Не забываем вставлять нужное слово. Значит, она ее скрывает. Врачам нужны пациенты? Значит, медицина травит людей. Правительству выгодно нас контролировать и... Ну... Естественно, уже давным-давно началось чипирование. Звучит логично. Безусловно. А вот мне выгодно большое количество людей, поставивших лайк этому видео. И поэтому в своих роликах я использую гипноз. В большинстве теорий присутствуют суперзлодеи. Они контролируют СМИ, финансы, науку. Вот это запомните. Правительство, проплаченного Остапова. Последнее вообще очевидно. До чего мелочиться. Все современное общество существует исключительно для того, чтобы облапошить ничего не подозревающую наивную Марусю из Норильска. И только он, основатель тематического паблика ВКонтакте, сумел разорвать паутину лжи и докопаться до правды. Но так как враги нашего правдорубца и его последователи всесильны, они, конечно же, придумают массу отговорок. И вот тут мы переходим к главной и самой опасной особенности конспирологии. Теорию заговоров нельзя опровергнуть. Если ни один научный факт не подтверждает вашу позицию, это лучшее доказательство вашей правоты. Вот такой вот парадокс. Ведь это значит, что заговорщики просто настолько хорошо скрывают истину, что обычный человек до нее просто не может докопаться. Видимо, правда настолько пугающая, что не потратили просто все ресурсы, чтобы замести следы. Наука опровергает мою теорию? Где моя гипножаба? Кто бы сомневался? Конечно, толстосумы и злые рептилоиды проплатили работы продажных ученых. Настоящих, честных специалистов лишили работы. И вот теперь они вынуждены чек-листы в инстаграме продавать. Кстати, можете подписаться на мой инстаграм. Ни одного чек-листа. Пока. И вот на этом моменте человек с научным мировоззрением и заходит в тупик. Тебе просто нечего предложить оппоненту. Любой твой довод – проплаченная фигня. Правда, возникает вопрос, а зачем вообще к таким людям лезть? Ну, хотят они верить в радиоактивный сырок? Пусть верят. Никому же не мешают. Только вот некоторые теории заговоров могут испортить жизнь всем вокруг. Когда Катя Гордон с аудиторией в миллион выкатывает длиннющий пост о вреде прививок, это уже не просто личное мнение. В описании к этому ролику я оставлю ссылку на достаточно интересное исследование, которое ярко характеризует некоторые особенности заговорщиков. Ученые предложили участникам эксперимента три версии смерти принцессы Дианы. Официальную. Диана инсценировала смерть и все еще жива. Принцессу убили. И если человек допускал, что Диана сейчас отдыхает где-нибудь на Мальдивах, испытуемый тут же соглашался и с тем, что вполне вероятно в деле замешан киллер. На первый взгляд, одна версия противоречит другой. Но нет, они в любом случае лучше официальной. То же самое и с Бен Ладеном. Если испытуемый соглашался с тем, что Усама был убит задолго до официальной смерти, ему казалось вполне правдоподобной и версия того, что Бен Ладен на самом деле все еще жив. Но эти данные все еще не отвечают на вопрос, почему человек между официальной и теневой версией выбирает именно теневую. У меня есть целый ролик на эту тему. Если мы с вами придерживаемся какой-то теории, наша психика будет всеми силами игнорировать те факты, которые опровергают наше мировоззрение. И наоборот, превозносить доказательства нашей правоты. Во время президентской гонки в США в 2004 году было проведено исследование. Участникам показали противоречивые на вид пары утверждений или от кандидата-республиканцев Джорджа Буша, или от кандидата-демократа Джона Кэрри, или от политически нейтральной публичной фигуры. Им также предоставили утверждения, которые объясняли или устраняли эту противоречивость. И если человек был сторонником Буша, то он игнорировал факты противоречивости своего кандидата. И наоборот, с радостью соглашался с серостью его оппонента. Тупые республиканцы! У сторонников Кэрри наблюдалась та же самая картина. Люди анализировали одни и те же высказывания, но приходили к диаметрально противоположным выводам. Если я верю в связь бесплодия гладированных сырков, подпишусь я, скорее всего, на таких же просветленных. И статьи буду читать тоже соответствующие. И вот практически все мое информационное пространство буквально кричит о радиоактивных сырках. Какой вывод напрашивается? Наверное, большинство из нас согласится, что в нашей жизни полно случайностей. Хотя, если вы сторонник теории заговоров, вы с этим вряд ли согласитесь. Но когда дело касается нас, мы склонны видеть тайный смысл во всем. Я заболел, я целую неделю глотал ациллококцинум, я выздоровел. Какой вывод? Ациллококцинум – чудо-средство от всего. А почему тогда все популяризаторы науки и врачи говорят о бесполезности гомеопатии? Мне ж помогло! Наверное, им просто проплатили, чтобы они продолжали людей травить. Ну или ациллококцинум не имеет никакого отношения к моему выздоровлению. Я с тем же успехом мог целую неделю прикладывать лист А4 к колбу. Да не, бред какой-то. Нам очень хочется верить, что в мире есть некий порядок и нерушимый закон. Именно поэтому многим гораздо проще обвинить жертву изнасилования в неправильном поведении, вызывающем внешнем виде, беспечности, чем смириться с тем, что идеальный во всех отношениях человек может стать жертвой насилия. Если допустить эту мысль, то жить становится откровенно страшно. Некоторым из нас гораздо проще жить с твердой верой в убивающие вышки 5G. Потому что это хоть какое-то логичное объяснение происходящих событий. Почему дети болеют и умирают? Злой Билл Гейтс. Почему я плохо живу? Чипирование. Почему социалка на нуле? Масоны. Не стоит и забывать, что некоторые особо яростные борцы могут просто банально болеть. Как правило, бредовые идеи характерны для шизофрении, поясняет психиатр Михаил Титюшкин. Это постоянная группа пациентов, которые всегда присутствуют в обществе. Их число колеблется от полутора до трех процентов. Убеждения таких пациентов не соответствуют действительности. Не поддаются критике и полностью определяют их поведение. Человек выбрасывает паспорт, идет жить в лес, убивает топором всех, кто за ним якобы следит. И вот если идеи подобного человека попадают в медиапространство, а они туда попадают, то свято верящий в свою правоту больной начинает обрастать последователями. Это вторая группа людей, которых называют индуцированными пациентами. Если бредовый пациент это постоянный контингент больных, то люди, подверженные индукции, не имеют бредового расстройства, зато имеют ранимую сенситивную психику. Когда они слышат что-то ужасное, и это находит отклик в их душе, например, заболела голова, когда проходил рядом с вышкой, или нашел у себя микросхему, которой не должно было быть в квартире, они начинают охотнее верить в небылицы и теории заговоров. Если подобный человек все же вырывается из общества знатоков-правдолюбцев, то постепенно он приходит в норму. Но если соответствующая информация продолжит поступать, пиши пропало. И вот уже человек, не относящийся ни к одной из причисленных групп, видит, что теорию поддерживает целая толпа, а значит в ней, скорее всего, содержится разумное зерно. И вот мы уже подписываемся на этот канал, а также оставляем свой комментарий и ставим лайк, если, конечно, это видео вам понравилось. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.